Знаете, в последнее время у многих, в том числе и у себя самого, я начал наблюдать усталость от масштабных и серьезных игр. Проводя целыми днями время в Фортнайте, в Колде и прочих проектах, которые, честно говоря, являются однотипными или очень похожими друг на друга, появляется желание попробовать чего-то нового, креативного, прикольного и чтоб просто порадовать себя новыми ощущениями. Так уж получилось, что недавно прям для удовлетворения этой потребности вышла игра под названием Астробот, о которой я вам сегодня и расскажу. Будет очень круто, если вы поддержите этот видос лайком, это меня мотивирует заниматься контентом дальше, а также именно делать обзоры по играм. И да, не забывайте подписываться. Начнем с того, что Астробот это неотъемлемый персонаж игровой консоли Sony, начиная с PS4. Вы 100% уже его видели при демо-версиях камеры, VR-шлема, нового геймпада DualSense, который как раз-таки при помощи тех самых милых роботов вам демонстрировал все его новые функции. В этот раз Sony решил выпустить полноценный проект, посвященный этой мини-вселенной, и я считаю, что не зря. Все приключение начинается с того, что те самые маленькие боты, летя куда-то на космическом корабле в виде PlayStation 5, вдруг встречает на своем пути пришельца, который нагло ворует у них один из главных компаньонов их системы и разрушает корабль, при этом раскидывая всех тех самых ботов по разным мирам. Как несложно догадаться, вам предстоит всех их найти и собрать заново PlayStation 5. Не рассчитывайте тут на какой-то уникальный или глубокий сюжет, эта игра вообще не про это. Да, как вы можете догадаться, это эксклюзив Sony, в который можно поиграть только на PlayStation 5. Поэтому, если она вам нужна, то приобрести ее можно всегда у ребят из Технодеуса. У них есть, если что, и FAT, и Slim-версия, и, думаю, Pro-версия также появится, когда она выйдет. Помимо этого, у них есть Xbox, и портативные игровые устройства по типу Steam Deck, Rock Eli, Lenovo Go. А если вы еще при покупке используете промокод JumboMax, то и скидочку вам в 1000 рублей дадут. А вообще, у них есть много всего, а именно смартфоны, айфоны, наушники, ноутбуки, планшеты и прочие электронные гаджеты. И это все по хорошим ценам. Помимо всего, делают доставку по всей России, предоставляют годовую гарантию, а также имеют шуру в Москве. Поэтому, если вдруг тебе нужно что-то из электроники, переходи по ссылке в описании и закупайся в Технодеусе. Глядя на этот проект со стороны, многие могут не понять его прикола. Почему вы все вдруг стали радоваться от какой-то детской и несерьезной игры, и которую смело можно приписать Кагуша Геймингу. Так вот, прикол проекта в этом и заключается. Это простой 3D платформер, который максимально тебе разгружает после рабочего дня, развлекает и дарит новые ощущения. И это он делает настолько классно, что каждый новый уровень ты начинаешь как ребенок удивляться и радоваться. Поскольку оригинальность и в целом задумка механика, она выкручена здесь на максимум. Несмотря на то, что в большей степени вам придется здесь просто бегать и прыгать, собирая монетки и выискивая потерявшихся ботов, все уровни сделаны таким образом, что тебя это ни в коем случае не наскучивает, ибо все они разные и по-своему интересные. При помощи специальных гаджетов, которые ты будешь отыскать из сундука, чтобы пройти дальше, тебе придется стать маленькой мышкой, в которой весь мир будет казаться огромным, где ты сможешь пройти там, где ты не задумался пройти, находясь в обычном состоянии. Где-то тебе придется замедлять время, чтобы пройти дальше, где-то подраться при помощи перчаток-легушек. И несмотря на то, что таких гаджетов немного, каждый новый уровень ты находишь в них разное применение, или оказываешься в немного другой игровой локации и в целом ситуации. Боссы тут тоже есть, но они появляются только после того, как вы соберете определенное число ботов. Поэтому, да, я вам рекомендую очень внимательных искать, ибо некоторые уровни вам придется переигрывать, для того, чтобы постараться найти нужное количество ботов для миссии с боссом. Для повторного прохождения, если что, разработчики облегчат вам задачу, и за 200 собранных монет вы можете взять с собой птичку, которая вам будет подсказывать, где найти ненайденных ботов. Поэтому это не вызовет каких-то прям сложностей. Боссов тут немного, они не сложные, но они по-своему прикольные и интересные. Самое главное, что хочется отметить при геймплее, так это использование дуалсенсом. Да, как и в демке, он тут работает просто на максимум, и на каждый шорох, листочек, прыжок, удар. Какой-то визуальный эффект, который ты видишь на экране, ты еще и чувствуешь своими руками. Несмотря на то, что я уже ощущал все эти штуки по типу новой вибрации, там гироскопа, триггеров в разных играх, тут он используется на каждом шагу и мега гармонично. Но в целом те, кто играл в демку дуалсенсы, понимают о чем я. Несмотря на то, что через несколько часов игры ты к этому как-то привыкаешь, забываешь про это, тебе все равно игра подкидывает такие вещи, которые заново тебя удивляют. Иногда тебе нужно будет потрясти геймпад, чтобы управлять летающим дуалсенсом, почувствовать определенную вибрацию, чтобы найти определенный кубик, который нужно сдвинуть. И все это дарит тебе действительно искренние эмоции какой-то радости или удивления. Sony даже при этом не забыл о самой главной функции, что в геймпад можно дуть. И да, в некоторых локациях вам придется это сделать. Единственная кнопка, которую никак по-моему не использовали, так это тачпад. Да, не знаю почему, но вот как-то так. В общем при геймплее ты просто дыхаешь и развлекаешься как ребенок. Я очень кстати кайфанул от собирания корабля PS5, после закрытия локации определенного уровня ты отправляешься туда, где лежит запчасть. Сначала ты пытаешься до него добраться с помощью аравы собранных ботов, а после ты его собираешь. И снова используешь все фишки дуалсенса. То стучишь геймпадом словно забиваешь гвоздь, то пилишь бензопилой, то крутишь деталь, что все это вставить. В общем оригинальных приколюх тут реально много запихали. Мне очень еще понравилось как Sony во всю эту вселенную смогли запихнуть реально большое количество камео из самых разных видеоигр. Crash Bandicoot, Persona, Dark Souls, Metal Gear, Silent Hill. Конечно же вы сможете еще найти всех персонажей из главных франшиз Sony, типа Бога Войны, Days Gone, Uncharted, даже камео Конкорда есть. Кстати для некоторых вам предложат даже полноценные миссии и они будут открываться после прохождения определенных боссов. И там вы сможете использовать способности этих персонажей. Локация будет выполнена с элементами франшизы и будут замиксованные саундтреки, которые действительно прикольные. И в целом это реально классный проект, который я бы посоветовал бы всем, поскольку он вас реально может разгрузить от каких-то бревшихся проектов. Единственное стоит он 70 баксов, купил я его вообще за 7000 рублей и честно говоря моя билибойская привычка получать все в подписке мне просто не дает покоя. Это как мне написал мой зритель, билибой вышел из зоны комфорта. Поэтому многим реально может показаться, что это как-то дорого, но таковы реалии, если не хотите тратиться, либо подождите скидонов, ибо спойлеров вы тут не поймаете, либо купите на двоих, почему бы и нет. В целом проект очень похож на Mario Odyssey, поэтому если вдруг кто-то хотел понять какие игры на Nintendo, то в целом оно самое. Если же вспоминать на боксе, то самое ближайшее это пожалуй психонавты. Но это опять же немножко другое, более серьезное и не прям такое разнообразное. В общем знаете, Астробот это для меня новая таблеточка от игровой импотенции, поскольку этот проект должен взбодрить, удивить, в целом поднять ваши желания игры за счет множества интересных задумок, и в то же время он вас разгрузит, подарив новые эмоции, от которых вы будете улыбаться как ребенок. Эта игра не про какой-то там глубокий смысл или брутальный геймплей, нет, она нужна для того, чтобы вам напомнить, что игры придуманы для того, чтобы весело и клево проводить время, и Астробот с этим справляется на все 100%. Поэтому если у вас есть PS5, и вам в целом понравилась задумка демки DualSense, и вы хотели бы попробовать что такое Агуша Гейминг, то если не сейчас, то когда-нибудь обязательно попробуйте этот уникальный проект, ибо он не оставит никого равнодушным. И несмотря на то, что мы все любим поесть плотную еду, какой-нибудь там шашлычок, хинкали, то вот перекус в виде Агуши иногда реально скрашивает день. Поэтому опять же, настоятельно советую попробовать поиграть. На этом у меня все, если обзор понравился, обязательно ставьте лайки, пишите свое мнение, если вдруг прошли, поиграли, не забывайте подписываться на канал, и большое спасибо за просмотр. До новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok